Для того, чтобы в конструкторе урока добавить разнообразный образовательный контент, воспользуемся теми иконками, которые располагаются на центральной части рабочего стола конструктора. Напоминаю, что мы с вами работаем с первым этапом урока и с экранами, которые представляют собой интерактивную доску либо интерактивную панель, предназначенную специально для демонстрации Московской электронной школы. Первое, что мы здесь можем выбрать, это текстовый материал. Тот текст, который мы сами можем ввести, скопировать. Функция копирования действует точно так же через кнопки «Копировать», «Контрол» вставить, либо через правую клавишу мыши, когда мы можем вставить любой текст, который нам необходим для учебного материала. Точно так же мы этот текст можем ввести. Например, представим, что у нас заголовок для какого-либо урока, и мы просто вводим название урока для учащихся на первом слайде, на первой заставке к уроку, который вы создаете в конструкторе. Соответственно, что можно сделать с этим материалом? С правой стороны у нас располагается панель, где мы можем редактировать материалы примерно точно так же, как мы это делаем в стандартном пакете Office. И, соответственно, мы можем этот текст сделать цветным, выбрав цвет на предлагаемой фоновой панели. Можем точно так же выбрать фон для размещения этого цвета и установить тот или иной фон. И, соответственно, увеличить или уменьшить размер шрифта для заголовка и выделить его полужирным, курсивом, либо подчеркиваем. В данном случае выберем полужирный, так как это название и, соответственно, имеет смысл его разместить посередине. Ниже располагается возможность выравнивания элементов слева по центру и справа. Размещаем это название по центру и используем его для того, чтобы озаглавить тот учебный материал, который будет представлен на первом экране, на первом этапе урока непосредственно для учащихся. Какие еще материалы мы можем добавлять? Следующее – это текстовые материалы. Соответственно, текстовые материалы выбираются из материалов, уже прошедших модерацию и располагающихся в каталоге образовательных ресурсов библиотеки МЭШ. И, соответственно, здесь любой материал мы можем выбрать, нажав на этот текст. После того, как он выделится рамочкой, написать, добавить. И мы получим, что тот или иной учебный материал у нас сразу присоединяется к нашему уроку. Соответственно, его не надо печатать, его единственное нужно вычитать и отредактировать, если вы считаете, что в этом есть необходимость. Если вы выбрали учебный материал, который вам не нужен, в каждой панельке текста, изображения и так далее, которые мы с вами включаем и используем в конструкторе урока, в верхнем правом углу есть крестик, нажимая на него, мы стираем этот учебный материал. Точно так же, заходя в текст, мы можем выбрать текст не только из каталога образовательных ресурсов МЭШ, но и из нашей папочки избранные, и из нашей папочки мои материалы. Их точно так же можно прикрепить при необходимости, заранее загрузив в папку мои материалы. Ну и если вам, соответственно, не нужно использовать этот материал, вы просто закрываете всплывающее меню крестиком в верхнем правом углу. Следующий вид образовательных ресурсов, который мы можем использовать для конструктора урока, это изображение. Точно так же изображение можно загрузить из каталога электронных материалов библиотеки, из папки, избранные на вашем рабочем столе в библиотеке, из папки мои материалы на рабочем столе в библиотеке, и напрямую загрузить с рабочего стола компьютера новое изображение, которое необходимо будет также сделать спецификацию, написать название, вид этого материала, и в какой папочке он будет храниться. Соответственно, в данном случае мы можем воспользоваться любой картинкой, да, изображением, которое предлагает нам каталог образовательных ресурсов и добавить его в урок. Соответственно, урок у нас получился по одной теме, картинка, которую мы взяли из урока математики, по другой, но в любом случае, обратите внимание, мы с вами соотнесли текст и изображение, которое здесь используется. Что можно сделать с самим изображением? Само изображение, во-первых, можно редактировать. Первое редактирование – это убирать подписи, которые под ним написаны с правой стороны в панели. Галочка со словом «Отображать» позволяет снимать подпись изображения, и эту подпись изображения получила, когда загружалась как объект в электронную библиотеку Mesh, и, соответственно, авторы давали его название. Кроме этого, мы можем изменить высоту элемента, то есть размер этого изображения. В данном случае мы его уменьшаем. Для чего мы его уменьшаем? Потому что у нас название и изображение выходят за поля экрана, который в данном случае дробный отношением 16 на 9 показывает и подчеркивает, где у нас будет происходить разграничение экранов на интерактивной доске или интерактивной панели. Всегда надо следить за этим, потому что иначе получается обрезанное изображение, когда вы будете демонстрировать свой урок вживую на интерактивной панели. Следующее, что мы можем сделать. Если у нас несколько изображений, либо несколько картинок, мы также можем делать выравнивание материалов. Вот в данном случае нам позволили выровнять материал по центру, либо его сделать слева или справа. Полнометражное изображение, оно в данном случае показывается с левой стороны. Когда у нас есть энное количество картинок, которые нам необходимо загрузить и использовать для демонстрации на уроке, мы можем воспользоваться функциями, которые расположены в нижней строке конструктора. С правой стороны здесь есть добавление дополнительных экранов, то есть разбиение пополам сверху, снизу, справа, слева. Если мы нажмем на одну из кнопок, то она позволяет нам добавить дополнительное место на экране, и фактически тут также можно либо добавлять текст, либо добавлять описание объекта, либо добавить картинку. Но в данном случае можно попробовать добавить любой материал. Ну, например, материал текстовый. И, соответственно, этот текстовый материал может оказаться комментарием к тому изображению, которое у нас здесь существует. Ну и, соответственно, текстовый материал можно точно так же править, как мы с вами делали до этого, когда создавали надпись в названии нашего урока. Для того, чтобы вернуться только к одним изображениям, стираем все материалы, которые находимся, и возвращаем размер данному изображению. И попробуем сделать галерею объектов для того, чтобы показать, каким образом демонстрируется энное количество изображений, если нам необходима их демонстрация по очереди в формате слайд-шоу, который нам привычен по различным программным продуктам. В данном случае мы переходим в правой панели редактирования на кнопку «Связанные материалы». Открывается раздел, где представлено одно наше изображение и нажимаем «Плюс добавить материалы». Выбирая те или иные новые изображения из каталога, в данном случае обращаем внимание не на тематику этих изображений, а на непосредственно то, что они могут быть последовательно представлены на нашем уроке. На что хочу обратить внимание? Последовательность этих материалов можно менять. Кроме этого, если вы обратите внимание, то они выстроились в некое слайд-шоу. Переключая стрелочки под изображением, мы можем просматривать и смотреть те или иные изображения на каждом экране. Точно так же, если мы перейдем в редактирование в стиле, мы можем каждый размер изображений менять до максимального формата, который нам разрешен и будет виден на экране. Соответственно, переключая, все остальные изображения тоже будут крупнее и, соответственно, будут расположены либо по центру, как в данном случае мы переключили, либо с краю, как это было на первом экране. Таким образом, можно работать с изображениями.